5 минут у нас. Через 5 минут начинаем показывать. Фотографируйся, я позову тогда. А как это? А? Не надо, не надо. Не надо сейчас голы. Она расскажет, Алёна, про голы? Алёна, я услышу его в ухо. Алёна, я услышу его в ухо. Алёна, Алёна, я услышу. Слышу, слышу. Ну? Сейчас фото. А она расскажет про Мову? Ага. Внимание, я слышал. Всегда по правой руке, а то в тот раз по левой руке был и попали. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Почней отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. В зуром и бой ведет ли новая дружина? Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще. Победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще. Великолепная пятерка и вратарь. В зуром и бой ведет ли новая дружина? Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как в старь. В сражениях золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. В зуром и бой ведет ли новая дружина? Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В гости приехал грозный клуб из Ижевска, Ишталь. Прошлогодние финалисты Кубка. Это, можно сказать, один из самых именитых клубов, который играет в высшей хоккейной лиге. И, кроме того, имеющий огромный опыт. Но в воротах хоккейного клуба Рязань играет один из лучших вратарей. В ХЛ это Сергей Белов. А, как известно, в хоккее вратарь это больше, чем полкоманды. Какую тактику сегодня выберет Вячеслав Уваев для своих подопечных? Об этом расскажу я. Комментатор Павел Аверин. Мне поможет корреспондент Алена Епифанова. А покажет съемочная бригада под руководством Дениса Демешина. А теперь Алена Епифанова расскажет нам о стартовых и не только составах команд. Напомню, что Ишталь, о которой сейчас расскажет Алена, уверенно переиграл СКА Нева из Питера. И ждал, ждал хоккейный клуб Рязань. И будет известно, пойдет ли на пользу вот эти лишние три дня подопечные Ильна Загитова. Или Рязань в рабочем тонусе все-таки сегодня переиграет Ишталь. Переполнены будут трибуны Ледового дворца. Билеты были проданы буквально в течение трех часов после начала продажи. Ну что ж, слово Алене Епифановой. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Ну и прямо сейчас давайте познакомимся с составами играющих сегодня команд. Наши гости Ишталь. Место в воротах займет номер 60 Роман Смирягин. Его дублером будет 98-й Антон Кислицын. Первая тройка нападения. 88-й Кирилл Старцев. 9-й Антон Кочуров, капитан команды. 92-й Сергей Купцов. Пара защитников. 63-й номер Дмитрий Лоптев. 70-й Иван Гуляев. Второе звено нападающий. Номер 95-й Артем Воробьев. 73-й Денис Вихарев. Его тезка. 17-й номер Денис Полюдов. В защите. 97-й Илья Хохлов. 2-й номер Кирилл Свиязов. Третья тройка нападения. Номер 7-й Эдуард Гематов. Номер 23-й Денис Иванов. Номер 85-й Сергей Монахов. Защитники. 55-й Евгений Вахрушев. Номер 86-й Павел Курдюков. Четвертое звено нападающий. Номер 64-й Владимир Королев. 15-й Константин Рыжов. 56-й Александр Черников. Пара защитников. Номер 28-й Виталий Яковлев. 82-й Александр Игнатов. Главный тренер команды Ильнас Загитов. Ему помогают Алексей Вахрушев и Константин Масляков. А прямо сейчас состав хоккейного клуба «Рязань». Место в воротах сегодня займет номер 72 Сергей Белов. Его дублером будет номер 31 Юрий Петров. Стартовая тройка нападений у нас без изменения. Номер 14. Александр Денишкин. 15-й Артем Ильенко. 24-й Евгений Чесалин. Капитан команды. В защите Александр Елесин. Номер 3. И Иван Коренков. Номер 19. Второе звено нападения. Номер 32. Илья Коренев. 13-й Иван Петраков. 43-й Александр Лебедев. Пара защитников. 22-й Алексей Кожевников. 28-й Валерий Васильев. Третье тройка нападений. Номер 16. Артем Томилин. 18-й номер Егор Кривченко. 10-й номер Михаил Климчук. Защита. Номер 6. Дмитрий Филатов. 87-й Никита Манухов. Четвертое звено в нападении. 17-й Андрей Рукин. 26-й Владимир Карпов. 73-й Артем Маслов. Защитники. 7-й Роман Дубинин. 33-й Евгений Лызин. Главный тренер команды Вячеслав Уваев. Ему помогают Олег Барсуков и Руслан Ревякин. Ну а прямо сейчас, уважаемые любители хоккея, мы хотели бы вам продемонстрировать нарезку голов с шестого и заключительного матча в серии 1-8 финала плей-офф между хоккейным клубом Рязань и Молотом Прикамья. Напомню, эта игра была 7 марта в Перми. И прямо сейчас мы готовы посмотреть... 2-8 марта в Перми. Руслан Рikit. 4-й. Киев. Продолжение следует... 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 Артем Ильенко, номер 15, появляется на льду. И наш капитан Евгений Чесалин, номер 24. Выходит в хоккейный клуб Рязань на лед. А пока еще не зажегся свет на арене, болельщики вновь по традиции зажгли свои фонарики, которые они принесли, которые стали уже своеобразным символом в плей-офф. А прямо сейчас я хочу представить бригаду арбитров, которая будет сегодня обслуживать этот матч. Главные судьи Антон Кислов и Сергей Морозов, линейные арбитры Олег Михеев и Михаил Тюленев. Ну а прямо сейчас гимн Российской Федерации. Главные судьи Антон Кислов и Сергей Морозов, Главные судьи Антон Кислов и Сергей Морозов, Главные судьи Антон Кислов и Сергей Морозов, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что ж, игра началась и сразу вперед бросились подопечные Ильна Загитова На тренерских задумках, я думаю, Ильна Загитова будет последователен Значит, по ходу встречи я расскажу о том, как Ишталь в прошлом году дошла до финала И одна особенность, о которой не надо забывать Вячеславу Уваеву и его подопечным Ишталь всегда добавляет по ходу встречи Это я проиллюстрирую примерами, поэтому не мудрствуя лукаво, горожанам надо идти вперед с первых секунд встречи И что и делает Иван Петраков со своими товарищами В общем-то не очень удачно получилось У Вани вместе с ним играют Коренев и Лебедев И первое удаление Первое удаление в составе Гостей В составе гостей Нарушение правил в атаке Денис Полюдов, нападающий, отправляет за две минуты И у Петракова со товарищей появляется возможность открыть счет в этой встрече Но Рязань не всегда результативна, мягко говоря, при реализации большинства, в отличии от гостей Об этом тоже немножко позже Ну что ж, вот мы видим, как ижевчане Или, с вашего позволения, я буду называть их стелеварами Так как присутствует корень сталь в слове Сейчас, в общем-то, неплохо противостояли атакующему натиску хозяев Рязанцы вошли в зону Кожевников играет четверо нападающих Коренев, Томилина, Лебедев и Петраков Петраков, как всегда, очень и очень активен на пятачке Сегодня будет жарко Конечно, будет жарко Перед воротами Романа Смирягина В общем-то, очень и очень неплохо зарекомендовал себя Страж ворот и встали Выходит вновь бригада большинства Первое звено рязанцев Нападение усиленное Михаилом Климчуком Это Ильенко, Денишкин, Чесалин Климчук и защитник Елесин Климчук, вот это его убойная точка Хорош, хорош Смирягин И часто бросает с этой точки Михаил Именно в дальнюю, либо девятку, либо в шестерку Маленький секрет такой расстрой Денишкин Вошел несколько неудачно Но сумели сохранить рязанцы шайбу в зоне Климчук Хорошо и в самый последний момент Антон Кочуров, капитан команды Не дает, не дает бросить рязанскому форварду По своим воротам Уже Кирилл Старцев начинает прессинговать Елесина в зоне хозяев Елесин сам примеряет на себя Амплуа нападающего В общем-то неплохо получилось А тут уже Воробьев Хорош Воробьев, конечно Есть вариации в развитии этой атаки Или полуатаки Напомню, что ижевчане играют в меньшинстве Поэтому вот такой ход и избрал Игрок в белой форме Ну что ж, Рязань вновь входит в зону гостей Ломается клюшка у Владимира Карпова И Воробьев Начинает Чуть было не было нарушений правил Со стороны 18 номера Егора Кривченко Белов в работе Кривченко неудачно Никак не может один в один переиграть Сталевара Закрепляется Пытается закрепиться Сталь в зоне хозяев И, наконец, Климчук разгоняет Атаку горожан Вошел, бросил Полюдов не стал ловить шайбу Перед собой отбросил Монахов Жестко встречает его Кожевников Монахов Второй заход на ворота Рязани И Рязань Томилин Слева от него Лебедев Томилин не видит Вот сейчас пас Кривченко Надо уже меняться Там уже на борту сидят и те, и другие Длинная смена Монахов Ну что ж Шайба у Ижевского защитника И смена Смена составов И у Рязани И у Ишстали Баражирует на синей линии Королев В ожидании Длинного паса Рыжов Лоптев Никак не может начать Атаку Ижстали Гуляев По правому флангу Нет, через центра И Рыжов Мчит вперед В борьбе с Кожевником Шайбу теряет Отбрасываются Рязанцы И Вперед Мчит уже Илья Коренев Лоптев или Коренев Нет Лоптев Оказался Ближе к Шайбе Поэтому Судьи фиксируют Проброс И вбрасывание У ворот Сергея Белова И А Сергея Беловя Второй Сейчас он По результативности Вратарь Лиги Имеется ввиду Плей Оф 96,4% Отраженных бросков Коэффициент надежности И вот это сделать Но Потом Вот так вот Хитро Из-под клюшки Выбил шайбу Соперника И Рязань Пытается Начать Атаку Не получается Не получается Запирают До поры до времени Ижевчане Горожан В своей зоне И Развивают Свою Атаку Но С той С другой Стороны Осваиваются Осваиваются Команды С той С другой Стороны Немалый Процент Брака В итоге Карпов Бросает Клюшка У него На сей раз Не ломается И уже Роман Манухов Вторым Темпом Пытался Атаковать А здесь Вахушев Белов Ловит Шайбу Хотя она И летела Но это Знаете Под разными Углами Из комментаторской Кабины Видно Что она Летела Якобы Мимо Ворот Но тем не менее От греха Подальше Сергей Ловит Шайбу И Вбрасывание Вбрасывание У Ворот Рязанцев Первая Рекламная Пауза И Мы Посмотрим Наиболее Интересные Эпизоды Начало Этого Быстрого Матча Видим Мы Сейчас На своих Экранах Первый Фан Сектор Он Фан Сектор Остается Всегда На месте Первый По счету Сейчас Перед ним Располагаются Ворота Иштали В седьмом Секторе Я отсюда Вижу Двух Или Трех Представителей Болельщинского Корпуса Из Ижевска Видим Мы Баннер И Видим Даже Подольск Приехал Поболеть Флаг Висит Подольска Но В седьмом Секторе Рискнул Предположить Думаю Это будет Приятно Для Наших Гостей Что Подольск Болеет За Ижевскую Дружину Ну что ж Кривченко Мастер Выигрывает Брасовый Сейчас Понервничал На точке Как итог Гости Выиграли Брасовый Иванов Пытается Выбраться Из-за Ворот Белова Удаётся Ему Это сделать На Защитника Белов Ой какой Рикошет Неприятный И Сергей Белов Демонстрирует Реакцию Срывая Аплодисменты Трибун Вот Подольские Болельщики Видели мы даже Здесь Майки Дизеля Прекрасная В общем-то Традиция Всегда была У пензенских Болельщиков Я думаю Что они Приехали Поболеть За своего Экс-капитана Евгения Чесалина Коренев Меж тем Петраков Рикошет Но Всё Обходится Удачно Для Иштали И Монахов Пирует Надо Развернуться Разворачивается Ещё раз Передёргивает Кожевникова Не так-то Просто Обыграть И хороший Пас Вот такая Вот Хоккейная Стеночка Но броска Не случилось Тем не менее Атака Иштали Продолжается Монахов Вновь Плетёт Атакующие Интриги За воротами Сергея Белова На защитника Да Через защитника И Рязань Имеет возможность Атаковать Лебедев Конечно Очень Длинная Не просто Длинная Очень длинная Была Сумеена Бросил Так Набросил На ворота Нападающей Рязани А сейчас Вне игры Вбрасывание Срыв Беззоне Вахрушев Королёв Не достают Шайбу Вбрасывание Переносится В непосредственную Ближесть От ворот 60-го Номера Ижевской Команды Голкипера Романа Смирягина Рязанцы Завладевают Хоккейным Снарядом Денежкин Ильенко И Чесалин На льду Коренков И Елесин Пара защитников Вот так вот Капитан Дает Прикурить Возле ворот И Юркий Быстрый Нападающий Дает Что называется Прикурить В ворот соперника Елесин Так Наброс Смена Конечно Это тактический ход А тут Чесалин Накручивает Через защиту Филатов Наброс И Карпов Хитро Хотел Карпов Подправить Но не вышло С переменным успехом Надо сказать Проходит Первый период Карпов И красавец Красавец Роман Смирягин Очень такое Коварное Было движение У Карпова По льду Запустил он Шайбу Но сумел Отреагировать Галкипер Гостей Что ж Вновь Смена Кривченко Климчук И Томилин Филатов И Манухов Пытаются сейчас Рязанцы Закрепиться В зоне Вихарева Убираю Уробьев Вихарев Полюдов Лобкев И Гуляев Пара защитников Такая поддерживает Своих Форвардов Хорошая Передача Догонит Томилин Ага В борьбе Все-таки Завладел 16 номер Рязани Шайвой Коренков Это был Простите Кривченко Климчук И все Атака Ишстали Воробьев И укоротил Таки Шайбу На лету Но слишком Сильно Налетела Оказалась Она Достоянием Рязанской Команды Томилин Двоих Обыграл Третьего Не сумел Кожевников Ждет Кто разгонится Разгоняется Кривченко Бросок Попадает В Хохлова И шайба Застревает В амуниции Игрока Ишстали Поэтому Убрасывание Уборот Рана На Смирягина Гематов Иванов Монахов Лебедев Петраков И Коренев Противостоят им В атаке Кохлов Связов Паразащитников Вот Гематов По ближнему От нас Борту проходит И оплошность Оплошность Сергея Белова Благо Никого Тут Из Ижевчан Не оказалось Что ж Суровый 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 Сегодня Соперник У Горожан Напомню Еще раз Это Прошлогодний Финалист Кубка Поход За Братиной Не Уменьшался Ужевчан Успехов В полушаге Остановил Их Тарос Когда игра Станет Чуть Может быть Поспокойнее Я более подробно Остановлюсь И Совершим мы С вами Уважаемые Зрители Краткий Экскурс В Прошлогодний Поход За Братиной А пока Рязань Чесалин Нет Свистка Не будет Чесалин Не падает И все Таки Не спорит Не спорит 97 номер Илья Хохлов Защитник Ижстали Судьи фиксируют Нарушение Второе нарушение Второе Большинство У подопечных Вячеслава Уваева Первое Закончилось Ничем Томилин Усиливает Трио Нападающих А вот здесь Не было бы Счастья Да несчастья Помогло Коньки арбитра Шайба Остается В зоне Ижстали И купцов Здесь пытаются Товарищи Выкинуть Петраков Бросает Вот так вот И Лебедев Бросок В упор Конечно Бросал Илья Коренев И браво Брависсимо Вижу я отсюда Своей Комментаторской Кабины Как аплодируют Роману Смирягину Самые Активные Болельщики Хоккейного Клуба Рязань Которые Сейчас Находятся За Его Спиной Есть Конечно Такое Хорошее Мне очень Нравится Это выражение В спорте Есть соперники В спорте Нет врагов Действительно Нет врагов У нас И все Здесь играют Сегодня наши И из Рязани И из Ижевска Все мы Из России Ну что ж Иван Коренков Единственный Уроженец Рязанской области В составе Хоккейного клуба Рязань Начинает атаку Чесалин А вот так вот Лоптев Удачно Противостоит Чесалин Гуляев Его прессингует Конечно Гуляев Погабаритней Будет И вновь Шайба Выброшена И Минута До того момента Как гости Станут играть В пятером Здесь уже Климчук И Климчук Не добирается До шайбы Отлично Отлично Играют Кожевников Небольшой Просят Судей Вернуться Рязанских Хоккеистов На лед А причина Просто Был Зафиксирован Проброс Смена По хоккейным Правилам В этот момент У тех Пробросил Запрещена Старцев Кочуров И Купцов Улептев И Гуляев Сейчас Будут Искать Счастье В атаке Гуляев Купцов Пропустил Кочуров И Купцов Хорошо Уверенно Чувствуют себя Гости В зоне Беловый Вот такой Вот опасный Бросок Но Как к Любимой Девушке Прижался Сейчас Галкипер К штанге Рязани Ни одной Там щелочки Не было И вновь Бросок Гуляев И Вперед Мчит Артем Маслов Но тут Лоптев Лоптев Оказался Поближе К Шабе Гуляев Вновь Атака Иж Стали Но Она Не Развивается Причина Проста Надо Поменяться Надо Поменяться Меняется И Состав Горожан Кривченко В ожидании Грозно Постучал Клюшкой По льду Но тем Не менее Атака Дошла Гостей До Зоны Белова А теперь Ответ Хозяев Манухов Климчук Слишком Мне кажется Сильно Закрывают Зону Дубинин Тамилин Климчук Рязань Играет Семь защитников Климчук И бросок Вот так Вот И так же Нежно Любит Стойкий Ворот В кавычках Конечно Стойкий Ворот Роман Смирягин Бросок Ближнего Михаила Климчука Безрезультативен И вбрасывание Вбрасывание Вороты Штали 6 06 06 Цифра На табло Видимы Болельщиков Пока все сидят Нет Особого Ажиотажа На льду Петраков Проигрывает Оппоненту Вихареву И пытается Организовать Ишталь Атаку Вахрушев Вот так вот Парашютиком Коренков На партнера Елесина Елесин Просто забрасывает По диагонали Там Александр Лебедев Быстрый Острый Нападающий Рязани Коренков Петраков До шайбы Не добирается Вот так С развороту Не получилось Атаковать Ишталь Петраков По дальнему Борту Сам пытался Обыграть А тут уже Ответ Монахова Войдет Что бросит Вот так вот С развороту Как говорится С лопатой Не получилось Переиграть Белова И Петраков Вот так вот Тактический ход Не спеша Шайбу туда Отправил В расчете На смену Смена Произошла Ильенко Ошибается И монахом Чит вперед Невзирая Что смена Длина Он не менялся Тут уже Гематов Монахов Уже на другом Фланге Чесали Не переиграл Он соперника Гуляев Бросит Нет Отдавал Пас Продолжается Атака Иштали Гематов Куча Рикошетов От коньков И клюшек Филатов Васильев Ильенко Ждет Когда разгонится Чесалин А Чесалин На пути У Капитана Рязанцев Было сразу Трое Столеваров И вновь Орбита Просит Вот так вот Этот мы видим Сейчас ракурс Камера Находится Сразу За скамейкой Гостей Арбитры Вновь попросили Вернуться На лед Одного из игроков ХК Рязань Это Валерий Васильев Защитник Шесть Шесть Вот так вот Ну я думаю Специально Что называется Ктумблер Дурака В положение Вкл Поставили игроки Маленький Хоккейный Хитрость Это хоккей Вот там Манухов Стоял Стоял Несколько секунд Передышки А и вот так вот Тоже можно Еще несколько секунд Конец Ильенко появляется На точке Вбрасывания Денежкин Сам пойдет Умеет Александр Делать такие Слаломные проходы Хорошо В сторону Отбил Галки перестали Чесалину Бросить Не дали Партнеры Смиряги Нарязань Вновь Пробуют Войти В зону Рукин Не добрался До шайбы Филатов Через партнера По обороне Манухов Манухов Сам Перед ним Свободный лед Вот так вот Наброс И вбрасывание В зоне И встали Три минуты Пятьдесят Одна секунда До окончания Первой Третьи Что ж Можем мы сейчас Во время рекламной паузы Посмотреть наиболее Интересные эпизоды А я вкратце В это время Расскажу Ночную Свой рассказ Очень мне нравится Честно скажу Из сталь Нравилась Прошлогодняя Итак Четвертого Простите 24 февраля Ижевский Усть-Каменогорск 3-1 Тимашов Алексеев Вихарев 25-го Устали Каменогорск 4-3 В воротах Антон Кислицын Жилин Вихарев Черников Полюдов Кстати Выигрывали 4-0 Ижевчане Сыграли 4-3 1-го марта Усть-Каменогорск Ижсталь 1-2 Алексеев Вихарев В воротах Антон Кислицын 2-го марта Усть-Каменогорск Ижсталь 3-4 В овертайме Маслов Жилин 0-2 Ревнов 3-3 И Иванов 3-4 В начале 4-го Периода То есть В овертайме В это время Рязань Сражалась С Рубином Выбыла Из турнира И Ижевчане Стали бороться С тюменцами Об этом Чуть позже Атака Пошла Рязани Лебедев Бросит сам Конечно Вот так Вот Петраков Да-да-да-да Купцов Вот так В голову Но защищают В общем-то Петраков Даже Как-то Вяло На это Реагирует Привык Он Что его Пинают Толкают Бьют Настырный По-спортивному Настырный В общем-то И очень Обаятельный В жизни Человек Иван Петраков Номер 13 Эту тройку Называют Ярославской Для тех Кто не знает Клуб Партнер В континентальной Хоккейной Лиге Ярославский Локомотив Много Здесь В Рязани Играет Ярославских Воспитанников Вне игры Сейчас И вот Эта тройка Которая На льду Петраков Лебедев И Коренев Это чисто Ярославская Коренков Иван Коренков Севский Парень Из села Нармыш Шадшевского Района Рязанской Области Сейчас На льду Номер 19 Защитник Видели мы сейчас В общем-то Неунывающие лица Рязанских Болельщиков Я думаю Опытный режиссер Денис Демешин Поработавший На Сочинской Олимпиаде Отыщет И барабан Ижевских Болельщиков И Саму Сплоченную Группу Прибывшую Сюда Из Эдмуртии На берега Оки Поддержать Своих Любимцев Елесин Шайба Застревает И вот так Иван ошибается Петраков И 1-0 Полюдов Выводит Ишталь Вперед Грубейшая Ошибка Ивана Петракова Возле Своих Ворот И гости За 2 минуты 13 секунд До Окончания Первой Третьи Выходят Вперед В общем-то Вдруг Вот мы видим Болельщиков Хоккейного клуба Ишталь Конечно же У них Болельщиков И болельщиц Конечно же У них Прекрасное Настроение Их фавориты Впереди И Ирязань Начинает Атаку Которая Пока Заканчивается Вбрасыванием В средней зоне Иллюстрация Иллюстрация Ситуации На льду Все зависит От нас Самих Звучит Под словами Ледова Роза Рязани Ильенко Хороший Ильенко Сейчас Обыграл Иллюстрация 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 Ирязани Надо атаковать Вот так вот Смирягин Конечно Не зафиксировал Шайбу А потом Просто Отбросил Партнера Кожевников Не надо Здесь Возить Шайбу Долго Васильев А тут Первый Свиязов Ошибочка Ильенко Ах С крюка Шайба Зашла У пятнадцатого Номера И Гематов Смещается В центр Здесь Чесалин Чесалин На Рукина Рукин Закрывал Обзор Маслов Галкиперу Маслов С шайбой Опытный Нападающий Двадцатой Номер Рязани Владимир Карпов Рукин Маслов Не удалось Укротить Шайбу Карпов Маслов Через Защитника Дубинин Подправляется Шайба Не зафиксирована Была шайба Карпов Рукин Дубинин Вот так вот Решает Поступить Защитник В общем то Другого Выхода У него Не было Все были Закрыты Смена Смена И осталось Менее Минуты До того Как прозвучит Сирена На перерыв Манухов Рязань Потихонечку Раскочегаривается Раздражитель Был Через Защитника Коренков Хорош Сейчас Старцев Мужественно Лег под шайбу Кирилл Томилин Надо бросать Секунд Там мало Совсем Шайба Застревает У морта И все 0-1 После первого Периода И мы Отправляемся На перерыв Сейчас Мы Взглянем На Первый Период Глазами Цифр Флэш Интервью С капитаном Ишстали Антоном Кочуровым Аленой Епифановой Будет вашему Вниманию Посмотрим Конечно же На ли более Интересные Эпизоды Заброшенную Шайбу И я Продолжаю Свой рассказ О том Как Ишсталь Очень и Очень Удачно Шла К Братине 13 марта 3-1 Переиграл Рубин Дома Ижевский Клуб 14-го Уже 4-1 Счет в матчах Стал 2-0 17-го Играли В Тюмени 6-4 18-го 3-4 И счет Стал 1-3 В пользу Гостей То бишь Ижевчан Что ж На этом Давайте пока Остановимся Наиболее Интересные Эпизоды Еще Впереди Алена Епифанова Готова Уже Побеседовать С капитаном Хоккейного Клуба Ижсталь Антоном Кочуровым Знаете Вот Даже Вот сейчас Вы увидите Антона И поймете Что это Настоящий Профессионал По одной Детали Он даже Шлем Снял Алена Вам Слово Добрый вечер Уважаемые Любители Хоккея Итак Позади Первый Период Счет 1-0 Повела Ижсталь Итоги Первые 20-ти минутки Мы подведем С капитаном Наших Соперников Антоном Кочуровым Антон Каким Был этот Период Для вашей Команды Ну Период Выдался Нелегким У команд Были Небольшие Перерывы После Одного Восьмого Финала Без игровой Практики Немножечко Вкатились Сначала Сначала Поддушивали Нас Поактивнее Играли Хозяева Выстояли В конце Смогли Забить Еще Все Впереди Действительно Смогли Забить Воспользовались Ошибкой Рязанцев Обращая Как-то Тренерская Установка Была Обращать На такие Мелочи Внимание Или По ходу Игры Нет Ну Вообще Плей-офф Конечно Высока Очень цена Ошибки Поэтому Естественно Нужно Реализовывать Свои моменты Стараться По максимуму Поэтому Постарались Забили Следили за тем Как Рязань Играла В 1-8 Финала Плей-офф Потому что Думали наверняка Что можете На них попасть Правильно? Честно говоря Я не следил Тренерский состав Может быть Следил Не знаю Что ж Удачи Спасибо вам Это был Капитан Иш Сталин А я сейчас Вновь передаю Слово Павлу Аверину Спасибо Алена Спасибо Антон Ну что ж 27-19 Огромное Преимущество В бросках Хозяев А вот На табло Нолик 10-6 У Иш Стали И цифра 1 Оффсайды 0-2 3-2 Пробросы Вбрасывание Приблизительно Равное Количество Выигранных Вбрасываний Дважды Удалялись Игроки Иш Стали И дважды Подопечные Вячеслава Уваева Не смогли Реализовать Большинство Что ж А сейчас Наиболее Интересные Эпизоды И конечно же Заброшенная Шайба В составе Ижевской Команды Я думаю Сейчас Денис Полюдов Самые Лестные Слова Свой адрес Слышит Напротив Иван Петраков Подвергается За свою Грубейшую Ошибку Прямо Возле Своих Ворот Уничижительной Критики Со стороны Тренеров Хоккейного Клуба Рязань Напомню Счет 0-1 После первого Периода И Сейчас Мы Смотрим Самые Интересные Эпизоды И Заброшенную Шайбу Денисом Полюдовым Мы Надежда И Успех Мы Удач Левее Всех Тверже Лед Точнее Пас Удар Сильней МХЛ Тяжелый Труд МХЛ Для тех Кто Крут Это Лига Для Отчаянных Парней Триумф Лишь Для Нас Хоккей Высший Класс Давай Лишь Вперед И Счастливым Станет Лед Триумф Лишь Для Нас Хоккей Высший Класс Вперед Наш Пришел Черед Согружают Лед Коньки Здесь Играют По-мужски От Пасторга Разрывает Стадион Став Силен Вынослив Смел Что закончился первый период и своими впечатлениями от игры готов поделиться болельщик рязанской команды Евгений. Евгений, очень много опасных моментов было около ворот команды Южсталь. Но, к сожалению, счет говорит об обратном. Как вы считаете, чего не хватило рязанской дружине? Ну, может быть, немножко испугались соперника. Потому что девять игроков из КХЛ играют сейчас в Ишстале. Ну, я думаю, что во втором периоде мы все-таки забьем гол. Нам всегда достаются сложные соперники. Что в одной восьмой? Мы вот при Хаме очень такой неуступчивый. Всегда мы с ним очень тяжело играли. И такие напряженные матчи были. Что сегодня вот Ишсталь в одной четвертой финала. Но я очень рад, что наши ребята прошли в одну четвертую. Конечно, будем болеть и будем надеяться на победу. Как вы считаете, насколько поддержка Тримпун помогает хоккеистам? Ой, очень помогает. Сегодня вот воскресенье, завтра понедельник и нет ни одного билета уже на игру. Люди просят лишний билетик. Просто стоят, некоторые просто не попали на игру. Вот. И я считаю, мы тоже брали билеты заранее. Заранее. То есть такой ажиотаж. И вот то, что мы орем, то, что мы кричим, это очень помогает. Я думаю, они нас слышат все равно. Тем более нас очень много. Полный стадион. Спасибо большое. Таким был первый период глазами рязанских болельщиков. И я передаю слово Павлу Авериному. Спасибо. Спасибо, спасибо, Даша. Что ж, это наш юный коллега Дарья. А сейчас несколько слов хочу сказать про Ивана Петракова. Очень острый нападающий. Были у него возможности в первом периоде отличиться. Что ж, давайте посмотрим, кто он такой. 13 номер хоккейного клуба «Рязань». Иван Петраков. Нападающий. Воспитанник хоккейной школы «Витязь». Выступал за Ярославский локомотив высшей хоккейной лиги в сезоне 2012-13 годов. А ныне форвард Рязанского хоккейного клуба. Чемпион универсиады 2015 года. В настоящее время имеет в своем активе три заброшенные шайбы и семь результативных передач. Сначала занимался плаванием, потом попал в ледовый. Там поставили перед выбором, почему нападающий. Не знаю, как-то вот так. Сразу поставили, играл в нападении. Команда хорошая, коллектив очень слаженный. Все общаются между собой. Нет ничего такого плохого. Не мешает ли такое отношение, именно дружеское, семейное, будем даже так говорить в команде, игре на поле или наоборот это помогает? Да, я думаю, это помогает. Каждый знает лучше своего партнера во всех планах. В быту, на площадке. Я думаю, это только помогает. Вы уже не первый год выступаете за хоккейный клуб Рязани. В чем разница между игрой прошлого сезона и игрой нынешнего? Ну, честно, не знаю. На прошлый сезон, наверное, надо равняться в том смысле, что подниматься по турнирной таблице выше, попасть в плавов опять надо, снова точнее. И как можно дальше пройти его. Если заглянем назад в вашу хоккейную карьеру, про универсиаду. Несколько слов расскажите. Забрасывал в основном с передач лебы. Как-то все так получалось хорошо, все складывалось. Все боролись, все бились, все хотели выиграть. Кто-то первый раз был на подводном турнире, кто-то нет. Все было интересно. Узнали другие команды, узнали вообще уровень соревнований. В детстве кто был вашим кумиром среди хоккеистов? Да, ну, как и сейчас остается Павел Дацук. Он мэджикмен. Он все может сделать. Не знаю, смотришь его, восхищаешься его игрой. Все-таки вы за свою хоккейную карьеру успели поездить по разным городам. Расскажите, где самые лучшие болельщики? И насколько вообще нужна поддержка трибун в ключевых матчах чемпионата? Поддержка трибун на самом деле очень нужна. То есть с ними совсем по-другому чувствуешь себя на льду. Совершенно другие эмоции, особенно когда тебя все трибуны гонят вперед. Ты не имеешь права не ошибиться, а как-то оплошать. Ошибки у всех бывают, но ты должен быть честен перед собой, перед болельщиками в первую очередь. Мы надежда и успех. Мы удачливее всех. Твердший лед, точнее пас, удар сильней. МХЛ тяжелый труд. МХЛ для тех, кто крут. Это лига для отчаянных парней. Триумфт лишь для нас. Хоккей, высший класс. Давай, лишь вперед, и счастливым станет лед. Триумфт лишь для нас. Хоккей, высший класс. Вперед, наш пришел черед. Согружают лед коньки. Здесь играют по-мужски. Ах восторга разрывает стадион. Тот зелен вынослив смел. Ну что ж, видели вы пропущенную шайбу. Сейчас видите магазин такую сувенирную лавочку хоккейного клуба «Рязань». А мы с Аленой Епифановой, с умницей и красавицей, поделимся впечатлениями о первой трети. На мой взгляд, в общем-то, «Рязань» была, уж если не на голову, то посильнее. Посильнее. Об этом говорят и цифры, статистики, и, в общем-то, скажем так, зрительные ощущения. Но, после этого ставим многоточие, ошибка Ивана Петракова, грубейшая. Недалеко от своих ворот. Вот, в общем-то, наверное, в этом мастерство команды и проявляется. Был один шанс, фактически, вот такой, приятный, и стали вот об этом, как вы считаете? Да, действительно, подмечают соперники все. Не имеют права на ошибку в плей-офф команды. Потому что за каждую ошибку соперник будет наказывать. И стали по праву, и, наверное, стоит их за это похвалить. Воспользовались своим шансом. И, я думаю, болельщики порадовались их, что они не упустили этот момент. Что ж, ну, а рязанцам есть время сейчас подумать и уже не совершать таких, на мой взгляд, все-таки детских ошибок. Потому что команда достойно провела весь период. И вот такая оплошность привела к заброшенной шайбе. Но, тем не менее, я думаю, сейчас Вячеслав Викторович Уваев подберет нужные слова в перерыве. И наша дружина выйдет, ну, с иным настроем. И об этой такой минутной слабости забудут. И цифры на табло будут меняться. Посмотрим. Но, тем не менее, я думаю, и Ишсталь из этого тоже извлечет урок. Потому что команда наверняка сейчас будет более сконцентрирована играть в обороне. Не удерживать счет, но, тем не менее, они повели. И в этом их уже плюс. И на рожон они лезть не будут. А будут играть в свой хоккей. И действовать очень-очень аккуратно. Ну, а появляются уже команды на льду. Точнее, соперник появился на льду. Ишсталь. Рязанцы же пока еще не вышли за капитаном. Хотелось бы еще сказать. У нас на трибуне присутствует, мне кажется, вся семья Евгения Чесалина. Там вот с левой стороны от табло, если смотреть, под флагом Подольск. Они одеты в свитера с номером 24. Они очень активно поддерживают. Но мне показалось действительно, что это, ну, если, может быть, не родственники, то очень близкие Женины друзья. И они ареяло болеют за нашего капитана и за хоккейный клуб Рязань в целом. Поддерживаю. Поддерживаю Алену. Почему? Объясню. Мы, естественно, приезжаем не за 15 минут до начала матча. Это вот где-то часа за два до матча. Мы уже были здесь. Евгений Чесалин стоял у входа в Ледовый дворец. Мы с ним поздоровались. И он прям вот так вот с нетерпением кого-то ждал. Наверное, ждал своих родных и близких. Ну что ж, я думаю, вдвойне сегодня он будет более работоспособен, более активен. Казалось бы, дальше некуда, но тем не менее. А сейчас я заметил канареечного цвета майки в первом секторе из-за комментаторской кабины. Как на матче, который проходил выходной день с пермской командой. А Рязань играла с молотом при камье. Перед этим наши побратимы из такого в недавнем прошлом хоккейного города Воскресенска, болельщики рязанских, друзья и товарищи, приехали и поддержали. В общем-то, Рязань на его пути к братине. Но это не химики воскресенские, сейчас мы видели на своих экранах. Что ж, найдет, я думаю, оператор... Выловит их яркие майки. Выловит, выловит, да, он майки воскресенских болельщиков. Ну что ж, а мы возвращаемся в игру. Елесин и Рязани надо начать все сначала. 0-1, часа 1 впереди. На лихом коне, он с шайбой. Здесь никого нет. И старцев, старцев. Идет вперед, купцов. На некоторое время Кочуров. На некоторое время ижевчане закрепляются в зоне Рязани. Тут уже свист наиболее ярых критиков. Денежкин, Чесалин, свободное пространство. Чесалин, опасный бросок из-под Гуляева. Ну а после этого защитник Ижстали отодвинул. Отодвинул капитана Рязанцев от шайбы. Алена Епифанова меня угощает здесь шоколадками. Именными, которые так и называются Аленка. Это вот такой штрих к работе комментаторов. Когда будет возможность, мы подсластим пилюлю 0-1. Сегодняшнего счета, который на табло. А самое главное, я конечно же шучу, самое главное, что нравится настоящим комментаторам, это конечно же красивый искрометный хоккей. Поверьте, не так уж важно, кто победит. Все-таки хоккей. Главное, это мужское, завораживающее действие. Васильев мчится к шайбе. Завладевает ей на Петракова. Антигероя первого периода. Коренев в никуда. Там никого нет. Ишь, сталь. Вихарев ждет, получает. Тут на его пути вырастает Кожевников. Тем не менее, вот такое продолжение. Бросок. Слишком далеко от ворот. Коренев на ход Петракову. Там наискосок уже Лебедев. Нельзя входить. Коренев это прекрасно понимает. На Кожевникова. Идет смена. Звучит свисток арбитра. Монухов-Филатов. Тамилин. Кривченко. И Климчук. В атаку идет Ишь, сталь. Белов. Не часто так Сергей делает. Тамилин. Протолкнул шайбу. Первым на ней Климчук. Оставляет. А Кривченко его не понял. И атака. Быстрый ответ гостей. Входит Ижевчане в зону Петрова. Бросок. И свисток арбитра. Филатов. Ни слова не говоря. Шестой номер. Рязани. Защитник отправляется в штрафбокс. Что ж. У Ишстали. Появляется реальная возможность уйти в отрыв. Что вполне логично. Первое звено. Ох. Очень опасно. Удача сейчас. Улыбнулась подопечным Уваева. Старцев. Ведет борьбу с соперником. Вот так коньком себе подыграл Кирилл. И выбрасывает. Маслов. Но на пути шайбы Гуляев. И бросок. Перед собой Белов. А тут уже защитник. Старцеву не позволил. Добить шайбу в цель. Сменный. В то время как Купцов уже обескровленный пытается продраться по борту. Его партнеры со свежими силами продолжают осаду Рязанских ворот. Белов. Ну это тоже такая я считаю небольшая вратарская хитрость. Можно посмотреть повтор. В общем то ничего такого сверхординарного в этот момент не происходило. у ворот хоккейного клуба Рязань. Как знать, как знать. Под разными углами мы смотрим. Может быть шайба и попала. Скажем так. В лицо. Вратарю. Да, попала. Все таки попала шайба. Знаете как сравнивают. Я думаю сейчас Денис Демешин даст повтор этого момента. Юмный барабанщик здесь на ваших экранах болельщицкого корпуса Рязани. Ну все в порядке. Некоторые говорят в общем то люди весьма и весьма не следующие в хоккее. Вот этот момент повтор. Здесь трудно знаете рассмотреть что происходило в общем то все молниеносно. Так вот болельщики понимают насколько это вот сейчас головой трясет Сергей Белов. Насколько это чревато вот такие попадания. Люди далекие от каких говорят Делон они все защищены. Что такое вратарь? Вратарь это человек который стоит и у него вот тут защитные этой амуниции. У него постоянно бросают камнями и попадают. Да не просто бросает. А шайба летит с огромной скоростью и с огромной силой. Особенно если это замах от синей линии. Менее 30 секунд осталось в большинстве поиграть из стали. Ох-ох-ох-ох-ох как опасно. И Рязани отбрасывается. Нужно смениться. Дальняя скамейка. У горожан успевают поменяться они. Карпов опытный. Карпов с рукиным. А вот так вот легко монахов вошел в зону. Бросит или отдаст? Бросает Белов Иванов. Четыре минуты сыграно. И очень много настоящего хоккейного действия для истинных гурманов мы увидели. Вбрасывание в ворот Сергея Белова. Звено Иванова на льду. Гемантов Иванов. Монахов. Гурдюков сейчас защитник помогал своим форвардам. Закрепилась и стали в зоне хозяев. Монахов вот так накручивает на носовом платке соперников. Иванов. А там Монахова. Затолкали и он к шайбе не поспел. И кто? Первый Рукин? Нет. А первый Роман Смирягин. И вот так вот. И успевает Смирягин занять место на своем последнем решающем редуте. И отбивает шайбу Монахов. Хороший пас. Нет броска. Броска нет. Гемантов неудобно брать. Монахов. Клюшку Елесину. Монахов. Очень активен. Нападающий стали. Но тут Елесин переиграл его. Шайба вышла из зоны резания. И Рукин на Ильенко вне игры. Что? Рекламную паузу объявят арбитры? Нет. Игра продолжается. Еленка. Удачливее. Елесин. А там Гуляев. И Рыжов. Вперед идет Ишталь. Белов прижмет, конечно, шайбу к борту. Очень аккуратно. Ну, Рыжов. В общем-то... Парень молодой, горячий. 95-го года рождения. Поэтому такие гусарские выходки. В общем-то... Ему простить можно. Получил сейчас он указание от тренеров. И выезжает на точку выбрасывания против Петра Кулау. А у ворот Сергея Белова. Все действие происходит. Рязанцы овладевают шайбой. Но атаку организовать не удается. Гуляев. Ошибается. 70-й номер. Но там он прижимает Петракову к борту. Крупный защитник. Иван Гуляев. Опытный. 89-го года рождения. А сейчас его коллега по обороне, но в другой команде Валерий Васильев начинает атаку своей пятерки. Петраков. Надо в Ани реабилитироваться как минимум. Хотя бы голевой передачей. А уж если гол забьет, будет очень и очень неплохо. Коренев по шайбе не попадает. Старцев. Хорошо на партнера. И поддерживает атаку Петраков. В ответ ответ не получается. Плечо в плечу. Петраков оттеснили. Тем не менее, атака продолжалась. Была рязанская команда. Сейчас ответ гостей. Свиязов тут попугал немножко Мнухова. Климчук. Быстрый Климчук. Не успевает. Кшайбе. Кривченко. И это звено сегодня, в общем-то, с большим довольно-таки потенциалом в рязанской команде. Никак себя не провел. Вот так вот хорошо. Защитник Филатов опасно передавал. Но там никто клюшку из его партнеров не подставил. Продолжается осада ворот Смирягина. Наконец-то завладевает и живчане шайбой, но ненадолго. Продолжает владеть Рязанью. Мнухов что сделает? Отдает пас на Кривченко. Томилин тут уже появился. Климчук. Кривченко. На Томилина тому не дают бросить. И атака из стали старцев на острее ее. Но отвлек внимание Рязанцев на себя. А тут Купцов атаковал по дальнему от нас борту. И Купцов хорошо. На Вихарев. Ой, Вихарев еще лучше бросок. И попадает в пятую точку. Филатова. Молодцы, как сейчас закружили Рязанцев в гости. Климчук. Поактивнее, поактивнее в эти минуты. Иж сталь. Не подсушивает игру. Ведя в счете. В общем-то незначительный. Еще 1-0 Вихарев. Вихарев. Елесин. Полюдов. Очень быстро перемещаются. Подопечные Загитова. Но если уж не в ступор. То, по крайней мере, приводя горожан в недоумение. Карпов. По ближнему к нам борту. Не удается переиграть соперника. С первого раза. Наконец, шайба у Маслова. Маслова жестко. В пределах правил или что. За удар соперника. Удаляют судьи. В общем-то особо и не спорить. 23-й номер. Денис Иванов. И что ж. Долгожданная рекламная пауза. И мы посмотрим. Искрометный. В общем-то уже середину. 11-31 до конца. 2-й, 3-й. Искрометные атаки. С той и с другой стороны. А я продолжу свой рассказ. Остановился я 21-го марта. 15-го года. Ишталь, Тюмень. 0-3. И счет в серии становится. 3-2. Это был пятый матч. Шестой матч играли 23-го в Тюмени. И как ни парадоксально. Выиграли ижевчане. Иванов 1-1. Алексеев 2-2. И внимание. Вот как играет ижевская команда. За 2 секунды. До конца основного времени. С передачи Гуляева и Воробьева. Тимашов. Делает счет 3-2. И серия. В 1-4. На этом заканчивается. 4-2. И Ижевск идет дальше. А мы пока возвращаемся на лед. Возвращаемся на лед. Здесь. Рязанцы пытаются выбраться из своей зоны. Климчук. Чесалин. Денежкин. Кривченко. И защитник Кожевников. Рязанцы в большинстве. Наконец они пересекают синюю линию. Климчук. И упускает шайбу. Атака ижевской команды. Хороши. Хороши. Ах, как хороши люди в белом. Чесалин. Чесалин. Денежкин. И в конек. Хорошо здесь Манухов. Оказался. Карпов. Чесалин. Коренков Манухов. Наброс. Перед собой отбивает. Галкипер Ижстали. Но никто из рязанцев не добивает. Коренков. Рукин. Надо встать, конечно, успокоиться. Коренков Рукин. Маслов. Коренков. Бросок. Намертво. Намертво Смирягин. Берет шайбу. Свиязов. Ирил Свиязов на ваших экранах. Крупно. Защитник хоккейного клуба Ижсталь. Вбрасывание у ворот Смирягина. Коренков. Маслов Рукин. Легко, легко. Очень легко. Сейчас отыграли в меньшинстве. Ижевчане. Маслов Рукин, конечно, не поспит к этой шайбе. Ага, хороший перехват Манухов. Манухов сам нет подождет. Наброс. И уже Кочуров. Антон Кочуров пытался начать атаку своего звена. Не получилось. Первого раза получилось сейчас. Вот он с шайбой. По дальнему борту. Продирается. Теряет клюшку. Вот так там совместные баталии. И, наконец, удаление. Почему, наконец, потому что эмоции сейчас, конечно, возобладали у 92-го номера Сергея Купцова. Его, можно понять, поддерживал в атаке своего капитана, но поддерживал таким образом, что атаковал игрока, не владеющего шайбой. Шайбы уже давно не было у игрока Рязани. Поэтому удаление Петраков. Вот шайба там застревает. Очень грамотно. Ижевчане подальше от своих ворот ее отправляют. Вихарев пытался атаковать в зоне. Не удалось. Петраков сам пойдет сам. Гуляев закрывает ход шайбы Томили. И вновь будет шайба выброшена. Да. Большинство у Рязани сегодня не получается. Лебедев по диагонали, вот, как бы, в ответ на мои слова и свист раздается с трибуны. Томилин. Петраков. Почти минуту. Нельзя сказать. Владели численным преимуществом рязанцы. Не атаковали. Да. Вот так вот на Ильенко. А Ильенко один. Товарищ его, конечно, поддержат. Но чуть позже. Пока лишь вбрасывание. 45 секунд до того момента, как иголки стали появятся на льду. В общем-то, честно говоря, игра Рязани не блистала таким компонентом и в ходе регулярного чемпионата, как реализация большинства. А что-то сейчас, именно сегодня, совсем разладилось. Почувствовали это. Столевары. Стали играть в свою игру. Вот так вот в меньшинстве. Кстати, забрасывали они не в меньшинстве. Вот так вот хорошо расстреливают они ворота Белова, Монахов. Пролетела шайба мимо всех. Напомню, Рязань играет в большинстве. Об этом и не скажешь. Чесали. Ну что, Женя, покажи всем нам и своим близким, на что ты способен. Но справедливо выражение ни в поле, ни воин. Купцов на льду, Монахов угрожает. Купцов, Манухов первым на шайбе. Рукин. Ну что это, какой-то виловатый такой. А Луптев, вот видите, как активно действует. Монухов, Карпов, Дубинин, Гуляева шайба оказывается. Наконец, Рязань до конца меняется. А и Шталь входит в зону Белова. Наброс. Купцов создают трафик перед воротами Белова. Хорошая передача Маслов. Артем Маслов не дают ему срезать угол. Но кто-то же должен взять игру на себя. Слишком индифферентно действуют горожане, на мой взгляд. Кривченко. Лебедев. Томилин. И там борьба у борта. И Гуляев спокойно начинает атаку из Штали на Кочурова. Черников пробросил шайбу слегка вперед. Поехал меняться. Коренев. Хорошо на Петракова. Петраков сам пойдет, конечно. Вот тут ему не дали срезать опять же игол. и обострить атаку. Без каких-либо усилий Роман Смирягин, который на ваших экранах остановил шайбу клюшечкой и аккуратно накрыл ее ловушечкой. Что ж, еще одна рекламная пауза и давайте посмотрим повторы. А во время этих повторов я продолжу свой рассказ о такой команде с характером, который сегодня мы воуче лицезреем. Это Ишталь 29 марта Ижевс ТХК 5-1 30-го точно такой же счет 5-1 2-го апреля уже играют ТХК Ишталь 2-3 в овертайме на 77-й минуте Земченко делал этот счет. Четвертый матч ТХК Ижевс 2-3 вот так вот 4-0 4-0 и это в полуфинале и на пути Столеваров вырастают ледяные глыбы но об этом позже. Что ж возвращаемся на Рязанский лед Ильенко керзает оборону надо что-то вот хорошо ведь предпринимал 15-й номер и пас отдал острый но там никого не оказалось из его партнеров и Шталь начинает искать счастье у ворот Белова Полюдов по правому флангу там Лоптев Лоптев Полюдову Чесалин хорошо Ильенко за спину там ждет Денишкин Ильенко сам пойдет бросает попадает в коньки защитника Гуляева Ильенко тем не менее Ах тут Рукин слишком быстро мчал поэтому шайбу не сумел обработать и Столевары Гуляев спокойный опытный игрок на классе что называется играющий Монахов быстрый Монахов Керенков Карпов что ж погнали вовсю погнали Рязанцев вперед трибуны вперед Рязань раздается Ох хорош Монахов буквально в сантиметрах прошла шайба разминулась с правой от Белова стойкой шесть игроков на льду и встали технический фол видимо крупно маску скажем так Романа Смирягина вот Кочуров начинает выяснять за четыре минуты и одну секунду до конца второго периода знаете с такой долей иронии скажу в очередной раз горожане будут владеть численным преимуществом удастся ли хорошая русская поговорка есть не не вытьем так катанье но это тоже часть хоккея выясняется сейчас что как зачем и почему в общем-то не спорят с арбитрами тренеры в частности главный тренер которого мы сейчас крупно видим на своих экранах ижевской команды кто поедет старцев старцев мне кажется сейчас уже наставники ижевчан думают о том как заканчиваться будет эта двухминутка и кого они выпустят в тот момент чтобы старцев выскочил и начал угрожать отдохнувший посвежевший в штрафбоксе начал угрожать воротам Сергея Белова Ну что ж все мнения выслушаны и высказаны и мы возвращаемся в игру убрасываем на ворот Смирягина Коренков Петраков Лично для меня вообще что-то непонятное происходит на льду что в стане горожан психологический надлом Лебедев никак не могут разместиться нормально игроки Рязани владеющие большинством вот так вот Петраков Осмирягин хорош минуту минуту и шесть секунд будут владеть большинством хозяева Крупно Михаил Климчук Кривченко на вбрасывании Часто часто выиграет Егор вбрасывании и сейчас и сейчас его выиграл но убирают его с точки Арбитра Климчук занимает его место против него Вихарев Климчук ах отскок от клюшки но все-таки у Чесалина шайба Кривченко и вновь молодцы гости и вновь шайбу подальше да не просто подальше а в расчете на атаку Робьева Климчук на Чесалина ну что есть возможность быстро атаковать не пользуется ей капитан Рязани наконец-то встают и нужен решающий Денишкин в коньки Чесалин Хожевников Чесалин Климчук побежал на дальнюю и прочитал прочитал передачу Артем Воробьев так что сейчас предпримут уже следующее звено Рязанцев так вот вновь в равных составах игра продолжается Рукин Ишсталь начинает атаку по правому флангу Купцов Купцов прорывается удается сохранить ему шайбу помогает ему защитник отвлекает Филатова Старцев тут Кочуров Старцев Баражирует хорош Кирилл клюшку теряет Филатов крепче надо Дима ее держать Рукин на Маслова Маслова мчит куда бросает и хорош хорош Галкипер и даже указывает куда надо отдавать бросок шайба в заградительной сетке и 59 секунд до второго перерыва второго перерыва 0-1 счет сохраняется если 0-1 стало быть впереди Ишсталь Вихарев Денис Вихарев на точке против Ивана Петрахова Кожевников сам идет Кожевников пробрасывают шайбу вперед Вбрасывали в средней зоне Петраков еще раз против Вихарева на сей раз удачливые гости и Воробьев вот так вот понятно досада 73-го номера Вихарева счастье было совсем близко Роман Роман Смирягин Роман Смирягин что 40 минут игровых сохранил свои ворота в неприкосновенности и вот ошибка Ивана Петракова позволила гостям отправить шайбу в сетку Сергея Белова В общем-то не получится атаки у Рязани Кривченко Климчук есть есть еще время хоккей Молниеносин но сейчас поднята рука арбитра и за удар соперника клюшкой в общем-то я думаю что Кривченко был неправ в отношении галкипера команды гостей он оставляет свою команду в меньшинстве стало быть третий период минуту 56 секунд Рязань будет играть в меньшинстве и все действие хоккейное в данный момент перемещается к воротам Сергея Белова Петраков проигрывает есть возможность все бросить но мне кажется особо и не жалели сейчас подопечные Ильназа Загитова что не удалось им бросить 1-0 они выиграют после второго периода в общем-то и не выпускают бразды правления этого матча из своих рук Рязань гораздо чаще остается в большинстве но увы и ах ничего предпринять не может что же сейчас флеш интервью у самой кромки льда болельщики я надеюсь будут ижевские на наших экранах посмотрим статистику и наиболее интересные эпизоды второй 20-ти минутки поближе познакомимся с галкипером хоккейного клуба Рязань Сергеем беловым беловым отец поближе и галкипером галкипером Ну что ж, через несколько секунд Алена Епифанова и нападающий четвертого звена рязанской команды Владимир Карпов. Алена, вам слово. Итак, счет не изменился и после второго периода. Впереди по-прежнему и считали счет 1-0 в пользу ижевской команды. Почему рязанцам так и не удается забить, попытаемся выяснить. С нападающим нашей командой Владимиром Карповым. Владимир, ну вот что, и большинство вроде было, и доминируете вы на площадке, но шайба не идет. Ну, во-первых, пока очень хорошо играет воротарь соперника, и нам чуть-чуть не везет. Очень слабо разыгрываем лишнего, хотя попыток было много, но еще есть период, еще можно все исправить, и мы будем стараться это делать, и должны сравнять, и там уж посмотрим дальше. На мой взгляд, еще было очень заметно, неточные передачи. Прямо отдаете шайбу в аккуратно клюшку у соперника. Ну, в первом периоде, может, такое было, волненство все равно есть при первом матче какое-то, но ничего, уже как бы нормально все, справимся. А характеризуете Ишсталь, наверное, что это за соперник? Какое? Ну, осталось 8 команд в чемпионате, слабых соперников нету, Ишсталь очень вязкая такая команда, плюс они очень хорошо сыграли тот год, второе место заняли, но команда поменялась, к ним пришли сейчас 8 человек из Северстали, но команда нам по зубам, и надо играть и обыгрывать ее. Удачи, спасибо. О соперниках и своей игре нам рассказал нападающий хоккейного клуба «Рязань» Владимир Карпов. Ну, а прямо сейчас слово вновь Павлу Аверину. Спасибо, Алена. Что ж, статистика второго периода, вашему вниманию. Вот так. Первый преимущество «Рязани», второй «Рязань», что называется, немножко сдулась. 9-7, 15-7, 2-0 оффсайда и пробросы 0-1. Вбрасывание гораздо чаще выигрывали хозяева льда, но это не привело к изменению счета, и штраф 4-6. Что ж, давайте посмотрим, как развивались события на льду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямиком из Ижевска к нам приехали болельщики и штали. Вот расскажите, какой была дорога? Ну, нормально, сели в поезд и доехали. Ну, да, так есть, поезд хорошо идет, быстро достаточно. Как часто практикуете такие выезды? Каждый год, каждый год и не по разу. Странно чаще выезжать не получается. Очень любим дизель. Почему? Очень хорошие болельщики, команда у них веселая. А рязанский болельщик? А вот у вас люди очень добрые, отзывчивые. У нас с болельщиками мало, они сегодня не общались, как бы, в основном, ну, как бы, с пожилым возрастом, как бы, ну, нашу, постарше нас, как бы, люди. Очень любят хоккей, и это достойно уважения. Как вам сегодняшняя игра соперников? Ой, очень-очень, очень хорошая игра, очень так зажигает, такая энергетика, матч, нечего. Ваши болельщики просто меня поразили. Буквально такой гул идет, такая энергетика, в общем, круто. Если сравнивать с другими болельщиками, которые я видел в матче, ваши, как бы, болельщики похожи на Братиславу. В Братиславе очень тоже народ любит хоккей и болеют всей душой. Соответственно, я думаю, что у вашего клуба будет, конечно, хорошее будущее, и, наверное, и медали будут, и не одни. А игра сегодня у нас равная, так что шансы у вас и у наших, как бы, игроков одинаковые. Только нам чуть побольше сегодня везет, ну, а дальше время покажет. Завтра будете присутствовать на матче? К сожалению, нет, у нас работа, как бы, поэтому... Ну, вы сегодня же уехать обратно. Матч заканчивается, и мы 20-30, короче, мы из Рязани 2 домой. А вдруг будут овертаймы? Ну, у нас есть с собой ноутбук, планшет. Спасибо ВХЛ и Ютубу, можно посмотреть в прямом трансляции. Ну, надеюсь, что до... Все-таки закончится игра в нормальное время. Ну, если служит нет, мы обязательно вам передадим привет. Спасибо. Это были такие очень эмоциональные болельщики из Сталина, а прямо сейчас слово вновь Павлу Аверину. Спасибо, спасибо, Алена. Что ж, парни из Жевска еще раз проиллюстрировали мои же слова, которые я вам говорил чуть ранее. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. А сейчас мы давайте с вами, уважаемые болельщики, любители хоккея, поближе познакомимся с галкипером хоккейного клуба «Рязань» Сергеем Беловым. Сергей Белов, галкипер, воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Защищал ворота команды «Балтика», но после того, как клуб из Вильнюса временно прекратил участие в чемпионате, вратарь отправился в «Молнию», которая также выступала в МХЛ-Б. С 2013 года галкипер хоккейного клуба «Рязань». В 2010 году стал бронзовым призером первенства России среди юношей, чемпион и лучший галкипер зимней универсиады 2015 года. В свое время тоже начинал в поле, бегал, по-моему, в защитниках, точно не помню, и даже в первых двух пятерках. Но как-то какого-то это энтузиазма мне не придавало, не очень было, то ли весело. А вратарей тогда не было, и были пустые ворота. И когда все бросали, я думаю, может, надо, может, половить чего-нибудь. Так и ребятам полезнее, и я хоть чем-то радостно для себя занимаюсь. Тут тренер подумал, что почему бы и не попробовать поставить меня в ворота. И с тех пор, точнее, началась моя хоккейная вратарская карьера. И по сей день этим делом мы занимаемся. Некоторые даже до сих пор, я думаю, боятся шайбы. Что касается формы и то, что пробивают, никто от этого не затрахован. Всем прилетает, всем выпадает. Ну, такой уж это спорт. Я тут, когда за тебя весь стадион болеет, хочешь не хочешь, шлем выпадет, будешь дальше ловить, как будто он на тебе. И нападающим, и защитникам достается, я думаю, даже и похуже у них. Нет такой формы. Так что это мы еще, бывает, легко отделываемся. У многих голкиперов на шлеме аэрография. Вы же играете в чистом белом шлеме. Почему так? Если честно, все вот хочу нарисовать, но никак не могу прийти к общему знаменателю, чтобы подобрать точный рисунок. Ну и хотя второй вариант. У меня же Белов, кличка Белый. Шлем раскашен под меня. При откройте завесу тайны для болельщиков. Какие есть наброски именно на рисунок? Вот, нет, это не скажу. Это пока в секрете у меня. Все в дизайнерском секрете. В чем разница между Рязанским клубом и клубами, например, другими в высшей хоккейной лиге? Или же, например, с тем же Ярославским локомотивом, который с удовольствием вас приглашает в континентальную хоккейную лигу? Ну, разница между, конечно, молодежной лигой и вышкой колоссальная, если честно. И тяжело. Я уже, получается, четвертый год мой в Рязани. Я столкнулся, прошел, получается, по всем этапам хоккейного роста. Там спортшкола, и там юниорка, молодежка, и вышка. Надеюсь, следующая ступенька все-таки нет. Покорится это хоккейл, и дай бог, может быть, и дальше. Ну, отличия, конечно, есть. Но в Рязани все устраивает. Я говорю, уже не первый год. И условия, и отношения к работе, и коллектив всегда подбирается с самой, что есть, лучшей. И город, я уже хорошо знаю, и база хорошая. То есть все условия, чтобы здесь играть, развиваться, все есть. Хотелось бы вспомнить немножко об универсиаде. Вы были признаны лучшим голкипером. Всегда мечтал одеть майку в сборной России, но как-то не было случая, не получалось. Никакой шанс представить команду России на таком турнире. Это как вызов такой маленький даже, я считаю, не маленький, а большой. Конечно, было где-то волнение, страх все-таки. Люди смотрят. Не только там поддерживают. А все поддерживают, получается. Нельзя подвести. И с этим временем у меня только самые наилучшие впечатления, эмоции. А когда выиграли еще и золото, я просто выдохнул и понял, что все. Мы сделали все, что могли, и все, что надо было, и это помогло. Мы выиграли. Можно лететь домой. На выездных матчах были на разных стадионах, соперничали с разными командами. Где лучшие болельщики и почему? Не знаю. Мне кажется, все команды гостевые, которые приезжают в Рязань, всегда боятся Рязани. Потому что здесь всегда атмосфера. Но это неповторимо. Мне кажется, в высшей лиге есть пару-тройку, может быть, команд. Там это Ангарск. И тут надо так думать. Воронеж хороший, в Твери. Ну, и Пенза раньше была, отличалась. И все. А тут, получается, когда мы еще хорошо играем, а мы стараемся это делать, конечно, не всегда все получается, как мы хотим. Но здесь всегда аура, атмосфера просто потрясающая. Это даже не шестой, а седьмой наш игрок. Продолжается второй перерыв. И сейчас мы поговорим с очень колоритными рязанскими болельщиками. Александр, расскажите ваше впечатление от второго периода. Что вы хотите? Ну, я что скажу. Игра, в принципе, равная. Хотелось бы, ну, немножко больше прессинга в большинстве. Хотелось бы посерьезнее играть именно в большинстве. Удалений у Иш-стали, в принципе, достаточно, чтобы наши ребята сравняли. А так, я думаю, да. Равная, равная достаточно игра. Сергей, как вы считаете, что мешает рязанцам играть в их игру, в свою игру? Как они это умеют? Ну, наверное, вчера они много пили и, может быть, и ели много. Шут, конечно. Да нет, ничего им не мешает. Они просто изучили их игру. И я так думаю, что в следующем периоде они это возьмут и выиграют. Обязательно будет 2, 3, 4 гола. Вот, по-любому. Что вы можете пожелать нашим болельщикам? Ну, я думаю, мы забьем еще 2 гола, чтобы взять первую победу над Иш-сталем. Сегодня вы очень здорово выиграете. Расскажите, сколько вы готовились к этому матчу? Ну, вообще, изначально подготовка началась, мне кажется, с Чехова, с города. Одна из последних игр регулярного чемпионата. Ну, и потом потихонечку-потихонечку начали приходить к этому образу. Ну, вообще, готовились. Да, достаточно, ну, приличное время. Ну, надеюсь, это получилось. Как долго вы красили свою замечательную бороду и чем? Поделитесь секретом. Гуашу, простую обычную гуашу, потому что краски не было подходящей. Много способов испробовали, много было экспериментов, много было дней для этого сделано. Ну, и в итоге вот, что вы видите за этим, все просто-напросто. Спасибо большое. Это были рязанские болельщики, а я передаю слово Павлу Аверину. Спасибо, Даша. Это была Даша Смирнова. Наверное, самыми колоритными болельщиками на сегодняшнем матче. А ижевчане, мы видим Романа Смирягина, появляются на льду. И сейчас, коротко, есть такая своеобразная таблица. Плей-офф. Начался он 25 февраля, закончится 25 апреля, соответственно, 16-го года. На первом месте до начала сегодняшнего матча ТХК Тверь. На втором СРРК Караганда. Третий Динамо Балашиха. Четвертый Нефтяник Кальметьевск. Пятый Ишсталь. Шестое место по всем сыгранным матчам занимает Торос Нефтекамск. Седьмое Ермак Ангарск. И завершает восьмерку хоккейный клуб Рязань. Хоккейный клуб Рязань на восьмом месте. Поэтому, в общем-то, ничего удивительного. Еще раз подчеркну, что это плей-офф. Это не регулярный чемпионат. Если на регулярном чемпионате, говоря вот таким уж спортивным языком, необходимы спринтерские, вернее, извините, стаирские качества, то здесь гораздо важнее спринтерские качества. То есть умение в кратчайший срок, в кратчайший отрезок времени собраться и показать все, на что ты способен. Как, Алена, вы согласны со мной? Безусловно. Ишсталь сегодня, мне кажется, хороша. Хороша. Причем, как команды, так и болельщики. Представляете, Павел, вот сейчас, жаль, не видят наши телезрители. Я понимаю, почему такое хорошее настроение. Вот я сейчас похвалюсь Павлу. Ишевские болельщики подарили мне их шарфик. Хоккейный клуб Ишсталь. Ишсталь, конечно, это очень именитый клуб. Заслуги, хоккейные заслуги рязанцев гораздо скромнее. Об этом у меня будет возможность рассказать уже, наверное, только завтра. Я думаю, сейчас хозяева льда под напрягутся. Вот я так из своей комментаторской кабины обозреваю. В общем-то, да, фактически аншлаг. Аншлаг. Есть несколько, как это не парадоксально звучит, свободных кресел в первом секторе. На самом деле, мне кажется, Павел, простите, что перебиваю вас, мне кажется, болельщики еще подойдут, потому что очень много вестибюля людей и поднимаются. В то время как тут на льду уже такие активные. Потому что вот я там... Ах, хорош, Смирягин. Хорош. А Томилин, Томилин, Томилин поддерживал старцев. Вот так вот. И точно практически такой же асимметричный ответ мог состояться. И стали, но, увы, не состоялся ни с той, ни с другой стороны. А то бы мы были хотя бы единожды свидетелями одной красивой шаби Вихарев вперед. Рязань, напомню, в меньшинстве. Я сейчас, когда поднималась, Павел, не раз слышала. Болельщики уже об овертаймах задумываются. Говорят, характерная черта для ХК Рязань. Не знаю. Мне кажется, и стали может добавить в любой момент. Вот я сейчас рассказываю историю... Они не в полную силу играют сейчас. Историю их похода прошлогоднего. И вот еще раз напомню специально для вас, Алена. В Тюмени, когда они выигрывали четвертый матч, победную шайбу с передачи Гуляева-Воробьева, Тимашов забросил за две секунды до конца игрового времени. Основного игрового времени. Вот так вот играет Ишсталь. Не будем забегать вперед. Для начала, для того, чтобы был овертайм. Хохлов, Хохлов. Нужно уравнять показатели. Надя еще вот такую вещь. Я думаю, Ишсталь все-таки, когда я начинал репортаж, вы уже слышали, я сказал о том, что отдых пойдет на пользу. Или это вот три дня паузы лишних. Вы же стали свежее, мне кажется. Выглядят Столевары, на мой взгляд. И физика, конечно, у них. То бишь физическая подготовка на достаточно высоком уровне. Антон Кислицын спиной к вам. Дублер Романа Смирягина. Показатели его немного хуже, нежели у Романа. 83,3. Процент отраженных бросков 5,09. Но он играл редко. И вот этот потерпел фиаско в одном из матчей. И основное игра в игровое время тренеры предоставили 60-му номеру Монахов по левому флангу. Вот так здесь Филатов первый. Начинает Дмитрий атаку от своей команды. Сам пойдет, бросает поворотом, попадает у Вахрушева. Томилин, Рязань может добавить, Чесалин, Смирягин. Ай да Рома. Молодец. Молодец. Надежен, спокоен. И вот эта вот уверенность передается защитникам и нападающим. Не суетятся они, отчетливо понимая, что позади них в общем-то хороший галкипер. Елесин первым будет на шайбе. Конечно же свисток, конечно же проброс. Не имеют права смениться Ижевчане, но и не меняет свой состав Вячеслав Уваев, Томилин, Чесалин и Денежкин. Ильенко не видим мы. Так вот, передернул, что называется, состав Вячеслав Уваев. Чесалин по футбольному. Коньком. Томилин в общем-то опасно. Сейчас атакует Рязань, но подустали, подустали. Меняется Денежкин, в то время как Рыжов здесь пытался организовать атаку и Шстали. Томилин, Артем между коньков. У Хохлова хотел он пробросить шайбу, не удалось. Гости и вбрасывание гостей. Были шайбы, и вбрасывание в средней зоне. А вот так на матч смотрит Сергей Белов и Роман Смирягин, сохраняющий до сей поры свои ворота в полной неприкосновенности. Петраков. Борьба и шайба у Хохлова. Старцев проталкивает вперед в расчете на движение Купцова. Купцов оправдывает и Надежда с шайбой. Связов готов бросить, но Купцов сам. Вот так вот. 0-2. Купцов 0-2. Ну что ж, остается только кричать верим в команду. На четвертой минуте встречи третьего периода, на четвертой минуте третьего периода счет становится 2-0 в пользу хоккейного клуба Ишталь. Манухов Смирягин на партнеров Вихарев Ильенко Манухов И атака гостей. Атака гостей. Ну, попредпочтительнее они выглядят. Особенно в завершающей стадии Белов зафиксирует шайбу. Ну что, говоря, реально в общем-то не все, далеко не все потеряно, если исходя из игрового времени для подопечных Вячеслава Уваева, но по игре я думаю Ишталь не даст сравнить счет. В общем-то уверенно они контролируют ход матча, играют в свою игру, действовали долго они вторым номером до первой заброшенной шайбы, второй период провели более активно об этом говорили цифры, статистики, нежели рязанцы. Надо искать счастье у чужих ворот. Банальная истина, но она истина. Лызин появился впервые на льду быстрый молодой нападающий Рязани. Рукин вот так вот Лызину укладывают. Коренков Кожевников Томилин Чесалин и Денежкин такое три у нападающих Смирягина чуть было не обокрал Чесалин шайба у Рязани Кожевников патролян гол вот так вот. Не зря здесь присутствуют родные и близкие 24-го номера рязанской команды. Не все еще потеряно. 1-2-1-2 за 14 минут и 33 секунды до окончания основного игрового времени. Ну да, конечно, любимец трибун Евгений Чесалин несколько раз он по версии болельщиков признавался лучшим игроком месяца, а гостевая хоккейного клуба Рязани является по праву одной из самых если не самой активной во всей высшей хоккейной лиге. Что здесь только нельзя прочитать и о чем только не узнать в хорошем смысле этого слова. Мат, нецензурные выражения запрещены. Лебедев ой, чуть было шайба не оказалось но было сослагательное наклонение в истории не применяется да, игра ускорилась вразумили вразумили соперники горожан двумя заброшенными шайбами дали такую порядочную встряску и вперед помчались рязанцы молодые и амбициозные среди них Ильенко с шайбой Кривченко Кривченко стеночку Кривченко они от шайбы не фиксируют Смирягин в общем-то сейчас его претензии напрасны шайба не была зафиксирована чуть побыстрее надо было ему действовать Кривченко он такой Гуляев сам бросит нет дождется партнеры когда поменяются смены в составе Рязани Карпов хорошо прерывает передачу неудачный отскок на Лобкива и уже Рязань вот серия рикошета вперед идет Рукин здесь но Гуляев шайбой обладел Иванов входит в зону бросит нет в угол и будет искать иное продолжение атаки нашел вот такое острое шайба мечется по зоне Белова и наконец рязанцы отбрасываются Лызин не преграждает путь шайби Монахов на острее шайбу не получает может организована быть атака Рязани Лызин хорошо на Томилина ах вот такой вот знаете неплохой в общем-то микс получился Лызин Томилин и Денишкин а сейчас очень опасно у ворот Белова Белов не видит сейчас момент броска Елесин да игра оживилась но понятно что Рязани в общем-то отступать по большому счету некуда и надо искать искать ходы к воротам Смирягина и понимают все даже нескушенные болельщики и что в Ижевске будет совсем другая игра Елесин ждет шайбу получает разгоняется Петраков получает по борту проходит клюшка там мешает до сих пор она лежит потому что остановки не было наконец Купцов ее увозит Королев с тем временем на Рыжова плечо в плечо и Лебедев конечно пойдет сам умеет Саша забрать вот так видите опять в дальний угол а там Петраков бился на пятачке Петраков нет 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 игрока то уже там не было была клюшка ну ладно судья виднее убрасывание в средней зоне рекламная пауза ночная хоккейная лига закрывает очередной сезон кстати очень и очень успешно выступила команда из районного городка Рязанской области из Касимова впервые громко о себе заявили районные хоккеисты ведомые капитаном играющим тренером Эдуардом Султанаевым сейчас идет 10 практически середина третьего периода 10 с небольшим до конца основного игрового времени Перезаняло так Ильенко что-то сегодня вообще ничего показать не могут вот так вот Кривченко уже на таких на полуваттных ногах долго они играют Ильенко вот так вот Кривченко в коньки и Кривченко укладывает сразу двое и туда уже Ильенко катит все правильно делает Иван Гуляев не отстает в своем стремлении все правильно сделать Егор Кривченко в общем-то до откровенного честно говоря мордобой дела не доходит мы смотрим продолжение встречи хоккейный клуб Рязань и Шсталь 2-1 впереди гости шайбы забросили Денис Парюдов после группы ошибки Ивана Петракова Сергей Купцов в начале заключительной основной 20-ти минутки выверл еще более уверенно гостей вперед 2-0 И Евгений Чесалин через 2 минуты подарил шанс трибунам и зрителям на интригу Лызин не успеет конечно же жарить шайби тем не менее она остается Карпов на руки там Лызин на пятаке борется шайба до него сейчас не долетает Кирилл Связов на Хохлова не выбрасывается шайба Лызин продолжает биться в зоне сейчас вывезли ее скажем так игроки из стали монахов и разгоняется быстрый шустрый нападающий гостей несколько неудачно Лызин что-то вперед все-таки немножко мне показалось неудачно принял шайбу Женя она сейчас у руки на и Курдюков спокойно нормально разыгрывается партнером по бароне хороший пас на Старцева под синюю и атакой стали не стал сейчас шик берет шайбу Белов в расчете что организуется атака партнеров и она пытается организоваться вот так Денишкин по борту вне игры 8.52 до конца третьего периода 1.2 хозяина проиграла Кочаров против Денишкина Кочаров уверенно переиграл Гуляев через партнера по обороне Купцов уже мчит вперед на первом будет Коренков на Елесина разгоняется по ближнему к нему борту Денишкин Томилин здесь Чесалин готов замкнуть шайбы до него не доходит и ответ Купцова с партнерами Елесин свисток что удаление удаление в составе хоккейного клуба Рязань Артем Томилин 2 минуты проведет в раздымях штраф Волксе а мы сейчас крупно видим Илью Коренева стало быть Коренев Петраков Васильев и Елесин такой квартет будет в этот момент обороняться у Рязани выиграли Глагов Брасунь но шайбу не удалось выбросить из зоны подопечного Вячеслава Уваева и Ишталь начинает поседать на ворота Белова но лишь начинает Хохлов можно на скорости попытаться атаковать кто там Кожевников нет Ишталь первая Хохлов бросит конечно же бросит почему бы не бросить запустил Ипанду в расчете на подправление защитник Стреллеров и вот так вот ну Белов Белов хорош и выбрасывается Шаева его партнерами подальше от своих ворот секунды тают Рязани в меньшинстве Кривченко Кривченко остается Карпов и Рукин появляются Иванов на Монахова Монахов сегодня активен активен то на одном борту то на другом бросок будет нет воздерживается Курдюков от такого решительного шага Иванов Вахрушев ну что подбросок кого Гематов вот там подкрадывается подкрадывается упал что-то случилось с игроком Иштали поднята рука арбитра Курдюков уезжает на скамейку запасных если есть кровь за опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты Андрей Рукин ну что мне кажется Рязань попала в весьма щекотливую ситуацию сегодня подряд 2 удаления при счете 1-2 а там как знать мы видели атаку в меньшинстве рязанской команды Гуляев 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 ну понятно не спешат гости в общем-то вполне их устраивает и победа с минимальным счетом весьма и весьма неплохо записать цифру 1 в графе победные матчи клюзов гостя очень активно на скамейках мы видели старший тренер в гаражах Олег Босуков не менее активно ведут себя и соперники его подопечных неудача а что ну уже мне кажется сейчас Вихарев перемудрился слегка вот там Хохоров готов бросить подкатывается не попадает по шайбе 95 номер Артем Воробьев но атака продолжается вот как надо разыгрывать большинство своими действиями говорят подопечные именно Азазагитова очень и очень уверенно Белов вот так вот слету Воробьев все равно шайба не попадает не дает бросить Филатов бросок ложится Филатов под бросок аплодисменты мужества защитника Рязанского 24 секунды до того момента когда на льду появится автрафованный игрок команды хозяйки сегодняшнего матча напомню завтра второй матч пройдет на льдовой арене Рязани 2-1 за 4 минуты 49 секунд до конца заключительной 20 минутки основной подчеркнуто слово основной выигрывает Ишталь вот умудренные наверное они все-таки вот таким вот опытом играли игроки в Рязани нет конечно такого опыта и все прекрасно понимают что выход в одну четвертую финала это уже успех для молодых рязанских игроков много таковых составе но тем не менее матч длится 60 секунд Ильенко отбивает голкипер Рукин еще масса времени у подопечных Вячеслава Ваева Рукин не попадает по шайбе Елесин Кривченко первым на шайбе Коренков Ильенко бросай и ловит шайбу ловит шайбу в общем-то безупречно практически сыгравший весь сегодняшний матч Роман Смирягин который сейчас на ваших экранах был видимо скамейки запасных встали арбитры маленький военный совет в селях ждет сорока Лах nine мы л мы мы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И все началось со знаком минус в стане горожан Васильев на Лебедева Не слишком не точно Петраков Вперед себе на ход И Смирягин И сразу вокруг Петракова Трое игроков из стали Самый Габаритный среди которых В общем, Локтев-то не сильно ему уступает Иван Гуляев Кривченко на точке Вместе с Климчуком И Ильенко Сейчас В течение практически Трех минут Ну понятно, не все три минуты они будут на льду Но сейчас он Попытается выбрать Вбрасывание И провести результативную атаку Вот так вперед себе Локтев читает его движение Выбрасывает Пытаются выбросить шайбу из зоны И удается это сделать Ижевчане Кожевников на Васильева Васильев под синюю Климчуку Там Иван Гуляев Вот так спокойно Показывает судьи играть Вызывает этот жест Некоторую реакцию на трибунах Филатов Чесалин Иванов Монахов Манухов Иванов Гематов его поддерживает Наконец шайбу получает Седьмой номер Борьба у борта Последние две минуты Выгодна сейчас такая толкотня Зовем вещи своими именами Гостям Уверен они сегодня Играли в свою игру И за минуту 29 секунд 2-1 Они выигрывают Что сейчас вратаря снимут Тренера Рязани Да, вот Белов туда поехал Тайм-аут В общем-то нет никакой разницы С каким счетом проиграть 1-2 Или 1-3 С появлением шестого полевого игрока В общем-то шанс появляется Перевести Игру Овертайм Видим мы сейчас Атаки И Ишстали И Рязани Вот здесь Чесалин С развороту Пытался поразить ворота А вот и гол В общем-то Купцов так, знаете На удачу Не ожидал он, честно говоря Видно было по его реакции Что шайба Достигнет цели А вот и Евгений Чесалин А тут ожидаемо, конечно Что ж, опять все зависит от нас самих Пустые ворота Шесть Один плюс пять Курешстай Кочуров Или Петраков Петраков Коренков Коренков Петраков Коренков Петраков Коренков И Шмирягин Купцов Вот, купцов Говорит Не надо, не надо Мы никого не трогаем Не надо горячиться Явное вбрасывание Пять нападающих В составе Рязани И лишь один защитник Кожевников Вихарев Сейчас в его руках Как и в руках Петракова Разрешение этой конфликтной ситуации На пятачке Петраков Петраков Сейчас был Кожевников В своем стремлении Забросить Но не попал По жабе Чесалин Тут В непосредственной Близости от Смирягина Меньше Тридцати секунд Климчук Напомню За две секунды До конца Встречи Наши гости Однажды решили Исход всей серии Климчук Заряжает Над перекладиной Десять секунд Ну и все Да Сирена 2-1 По-моему Заслуженная победа Хоккейного клуба Ишталь Почему заслуженная Во многом Они были Чуть-чуть Поактивнее Чуть-чуть По-напористее Чуть-чуть По-собраннее Самое главное Учитывая ошибку Петракова И 2-1 Завтра В 19.00 Второй матч Хоккейного клуба Рязань Ишталь Из Ижевска Вот мы видим Группу болельщиков Из столицы Удмурти Приятные лица Я знаю Я знаю Что всегда Гостеприимно Встречают Болельщиков Из других городов Здесь В Рязани Поздравляю Ишталь С заслуженной Победой А проигравшие Сегодня Игроки Хоккейного клуба Рязань Благодаря Трибуны За поддержку Антон Кочуров Обменялся Мнениями С бригады Арбитров И Удаляется В Подтрибунные Помещения А сейчас Нас ждет Флэш Интервью Алены Епифановой Со старшим Тренером Хоккейного клуба Рязань Олегом Барсуковым Алена Вам слово И вам Олег Владимирович Не хватило У рязанских Хоккеистов Времени Чтобы сравнять Что-то Перевести Игру в овертайм Почему так получилось Постараемся Разобраться С старшим Тренером Хоккейного клуба Рязань Олегом Барсуковым Олег Владимирович Что не так Сегодня было Ну я думаю Большую роль Сыграла Игра В большинстве Не получилась Сегодня у нас Игра Ребята Я думаю Нервничали Ни одной шайбы Не получилась У нас забросить В итоге Игра пошла Не по тому Сценарию Какому мы хотели Может быть У Ижстали Было больше Перерыва Между играми А у нас меньше То есть Они более Как-то Грамотно подготовились Такое могло быть? Я не думаю Мы очень хорошо Тоже подготовлены Были Физически Тактически Ребята Все правильно Делали Но еще раз Повторюсь Игра В большинстве Сегодня много Решала Завтра Дадим Естественно Отдохнем Поговорим И я думаю Завтра будет Игра будет Пишет До завтра Это был Старший тренер Хоккейного клуба Рязань Олег Барсуков Спасибо Спасибо Алена Спасибо Олег Владимирович Что ж Третий период Глазами цифр Пока Пока готовятся Статистические данные Давайте посмотрим Наиболее интересные эпизоды Заключительной 20 минутки Субтитры Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!